Всякий фильм Буниеля это такое действительно анатомическое исследование господствующих отношений. И несмотря на то, что вот здесь вроде бы какой-то любовный многоугольник или треугольник, если помнить о трагической развязке, но здесь в действительности есть разные структуры социальные и обязательно у Буниеля присутствие какого-нибудь армейского генерала или священника. Кстати, по-моему, во всех фильмах мексиканского периода один тот же актер играет этого обязательно священника. И поэтому армия, полиция, церковь и разные такие системы, которые модерируют всю социальную реальность и все отношения, они обязательно оказываются, ну по крайней мере, таким фоновым важным сюжетом. А тут, помните, еще и революция с этого фильма начинается. И уж, конечно, буржуазия, ее миропорядок и устройство, в котором все так комфортно, замечательно сделано, что, помните, как свадьба, где-то там за воротами толпятся бедный люд, рабочие, а революция тоже там бегает, стреляет, но это вот за окном, здесь их никто не трогает. И поэтому вот это, конечно, такая разделительная линия, которая прекрасной, цветущей, со скромным баянием, мир буржуазии разграничивается вот этой кипящей лавой настоящей социальной реальности, а Мексика это всегда проблемная, помните, и бедная страна во всем 20 веке. Это для Луиса Буннеля вот, конечно, такое первое уже понимание сюжета и приближение к тому, о чем в действительности фильм. Фильм о каких-то важных, интересных вещах и проблемах, а не только, стало быть, о любовных отношениях или о самом сюжете. Правда, Буннель говорит, что он никогда не снимает фильмы, как такую именно иллюстрацию проблемы. Он создает персонажей, задумывает их, а потом как будто бы предоставляет их самим себе, так, чтобы они уже эти отношения развивали непосредственно из своих каких-то функций, ролей. И поэтому вот то, что происходит по ходу фильма, возможно, правда, это окающая самодеятельность этих персонажей. Помните, как Пушкин недоумевал, почему Татьяна в итоге отказала Евгению? Она проявила какую-то строптивость, непоследовательность даже для него автора неясную. Но в Буннеле так часто бывает, что фильм идет к неожиданной совершенно развязке, и поэтому драматургия отношений – это вот не психологическая драматургия, а скорее какая-то философская. Важны начало и конец у Луиса Буннеля каждой картины. Помните, что фильм начинается с разглядывания изображений в альбоме. Такие картинки, то есть нам сразу показывают, что дальше, наверное, тоже будет набор каких-то иллюзий, изображений. А картинки, помните, потом тоже имеют значение. Оказывается, там площадь, где сжигали Жанну. А это одна из таких первосцен, которые закрепились в его воображении. И всех женщин он воспринимает не иначе, как через языки пламени, например, или молящаяся на коленях. И поэтому вот эти вот запечатления в его мозгу, которые человека привязывают к его функции, которые задают, конечно же, опять-таки, линию его любовных отношений, они тоже очень важны. Помните, как он, кстати, делает предложение? Очень нетипично. Ничего не говорит ни о своих подлинных чувствах, ни о том, что она для него в действительности значит, или что бы лучше еще он бы сделал для нее. А он говорит о том, что ее задача – это спасти его от кошмара, его жизнь от катастрофы. И поэтому для него это вот такая функция, эта женщина. Он спасется якобы благодаря ее чистоте. И поэтому здесь вот, конечно, такой чисто функциональный, можно видеть, аспект. Это не чувство, не любовь. Да и любовь тоже, видите, не к женщине, а к этой функции ее чистоты, которая как только оказалась под вопросом, так сразу любовь и пропала. И поэтому такой холодный, конечно, очень фетишистски устроенный мозг этого человека, который создает такую очень странную кривую линию взаимоотношений со всеми остальными героями. Заканчивается фильм тоже очень показательно. Но если вспомнить, что фильм «Он» примерно о том же, а финал фильма «Он», который мы не так давно видели, это когда герой, вроде бы излечившийся от болезни, или, по крайней мере, ушедший в монастырь, спрятавшийся туда от своей паранойи и ревности, уходит в глубину кадра, но помните, зигзагами. Это вот гениальная придумка Буньеля. Вроде бы он монах, у него в руках четкие, он смирился со всеми вещами, которые так долго его терзали, но уходит он вот этими жуткими зигзагами. Здесь он тоже сначала пожалел кузнечика, или саранча, кто там такой на дереве, а потом вот это, конечно, обманчиво хэппи-энд, и мелодия явно ироническая. Функция музыки в фильмах Буньеля вообще очень важна. Обыкновенно она комментирует происходящее, потому что так редкие эти музыкальные фразы, или она присутствует внутри кадрового пространства, когда кто-то непосредственно играет. А уж если она звучит, ну это очень много значит. Звучающая шкатулка, как мы понимаем, это такая мелодия безумия, которая все дальше раскручивается в сознании героя. А здесь такой пафосный симфонический финал, он, конечно, тоже предельно ироничен. Ну а потом, когда он пожалел кузнечика, и под этот пафосный финал уже повстречал ту самую девушку, которая будет у него очередной приступ безумия, и ведет ее куда-то, предварительно осведомляясь, свободно она или нет, придет ли на этот раз кто-нибудь ее искать. Понятно, что тоже проблема никакая не рассосалась. И поэтому вот эти начало и конец организует все пространство картины, в которой так много интересных вещей, но не сюжетного, а уже скорее философского уровня. Вот пробежимся по ним очень быстренько. Понятно, если вспомнить самое начало тогда картины, что это еще фильм об обществе зрелищ, как бы это определил Гиде Бор, или обществе спектакля. Там, помните, родители собираются на спектакль, им мешает революция. Ну и вообще вот этот спектакль, и происходящие какие-то почти трагические, ну и даже подлинно трагические события, кого-то убивают, стреляют на улицах. Тоже это вот та самая разделительная линия собой представляет. То есть здесь уютный мир буржуа, но он организован как ритуал и спектакль. В нем, как в скромном баяне, все равно надо обязательно встретиться за ужином. Это главная тема, что бы ни происходило. Не вторгались бы там террористы в их пространство, полиция бы их не забирала. Неважно. Главное, от ужина, теплогородно, чинно, в ближайшем ресторане, или как-нибудь в такой буржуазной атмосфере. Вот этот ритуал, который заклинает весь хаос, который превращает жизнь буржуа, как кажется, даже в осмысленную. Соответственно, спектакль, который создает для этого ритуала правила игры. Вот несколько героев, друг друга как-то характеризуя, они говорят о впечатлении или представлении, которое тот или другой произвел. Когда он выписывает чек, а не наличные деньги достает, а это тоже иногда проблему составляет. Помните, хозяин объясняет своему слуге, что он произвел очень хорошее впечатление. Костюм хороший, все остальное, манеры изысканные. Поэтому вот здесь впечатление, которое является таким паролем для тех, кто внутри спектакля, кто понимает, что это такое. И дальше все говорится об этих впечатлениях, представлениях, о том, как, например, женщина производит свое впечатление, представление. Или, помните, фраза звучит в общении с вот этой веселой, смешливой женщиной. Вы слишком впечатлительны. Ну и так далее. Впечатление, представление, фантазия, иллюзия. Вот в этом плотно укутано все происходящее. Понятно, что все это создает такую структуру опосредующую, некое живое отношение, ну, допустим, любовное отношение, человеческое собственное отношение. Сейчас уже не вспомню автора этой цитаты. Звучит очень красиво. Где-то я вычитал ее то ли у Мазина, то ли у Лакана, то ли у Жижика. Наверное, у одного из трех. Существуют медиатехники без любви, но нет любви без медиатехники. Имеется в виду, правда, что вот для человеческого отношения всегда нужен такой опосредующий элемент. У фетишиста это именно фетишистские элементы. Это вот чулки, которые, помните, у него бюстгальтеры лежат там дома в ящике комода. Или это женская туфля, которая так часто появляется у Буниеля. Или это не целое тело, а, например, только ноги. Тоже помните фильм «Ион, с чего начинается любовь»? Он видит в церкви только туфельку. Туфельку и стопу. Все достаточно. Как говорит Лепарелло Дон Жоан, у вас воображение потом дорисует остальное. И поэтому для фетишиста достаточно части. Такой частичный автономный объект, к которому, собственно говоря, и влюбляется. Проблема фетишиста обыкновенно в том, что есть еще и целое. Есть не просто женщина, как сексуальный объект, а есть еще женщина с каким-то характером, своими представлениями о жизни. И вот тогда возникает, как примерно у тех двух ссорящихся героев, не любовь страсти, а любовь вечной испытаний и неприятности. И поэтому проблема фетишиста в том, что вот в дополнение к этому костюму еще прилагается живая личность. Что с ней делать? Ну вот, конечно же, для героя этого сюжета дело обстоит довольно просто. Он в своей медиатехнике пытается полностью контролировать и превращает отношения с женщиной всегда в отношении либо меновое, либо функциональное. И всех женщин, которых он встречает, он воспринимает вот именно как такая частичка этой женщины, как некое только виртуальное произведение этой женщины. Помните, каждую из женщин, он, собственно говоря, воспринимает в неком иллюзорном образе. Вот в одно он влюбился, наверное, влюбился, это слишком слово для него хорошее. Одна показалась ему интересной для его следующих занятий тем, что она представилась ему какой-то чистой девой, молящейся в церкви. Это вот Карлотта. И поэтому тоже такая фетишистская идея о том, что ее чистота его спасет. Это функциональное представление о том, что женщина ему просто необходима как какой-то важный элемент в его хозяйстве. Вот это включает его воображение. Дальше другую он видит в языках, правда, пламени. Сразу тут все эти сцены, запечатленные с детства, помните, где у него срифоновались любовь и смерть, тоже вступают в силу, любовь и смерть. Гувернантка лежащая, опять же, чулки, ноги, тоже мертвая, неподвижная женщина, как манекен, который он выкупает, включает у него интерес. И поэтому ни одной женщины он не видит здесь такой собственно, настоящий. Помните про этот же манекен, он говорит, что это тоже женщина, только ваша сестра, но немая и парализованная. В каком-то смысле это идеал для него, потому что когда женщина не говорит, правда, для мужчины очень многие проблемы решаются. Когда она просто такое тело, как в некоторых медиатехниках, как там усыпить, например, женщину, помните в фильме, ну скажем, Веридиана, есть такой сюжет, где Дон Хайми усыпляет Веридиану, думая, что вот дальше он с ней сможет все это сделать, обездвижить женщину и превратить ее тоже в такой манекен, куклу или чистое тело. Это тоже медиатехника, которая для него составляет единственную возможность отношения к человеку. Вот это есть, конечно, такая целая стратегия, и не только извращенца, проще всего было бы объяснить героя именно как тип некого извращенца, а даже и любого человека. Снова вспомним это определение, что нет в принципе любви без медиатехники. Что мы используем для того, чтобы поддерживать этот постоянный интерес к другому человеку. Но иногда влюбляется просто в костюм. Вот есть такие костюмы, которые влюбляются просто функциональные по определению. Например, костюм священника с вот этим красивым белым воротничком. Военный мундир. Он тоже очень часто вот сам по себе просто важен. Помните, как раньше была такая идея влюбиться в военного, влюбиться в гвардейца, еще лучше преображенского полка. У них такие перспективы. И поэтому просто влюбиться в ипалеты, да, это в каком-то смысле нормально, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это полезно, он может составить себе хорошую карьеру, ну и так далее. И поэтому вот эта вот опосредующая какая-то деталь, которая иногда важнее человека, она практически в любой системе отношений включена. Иногда любят не человека, а его профессию, не человека, а его положение, еще что проще. Ну, деньги тоже. Помните, тут папик, тут несколько таких папиков, которые нужны только потому, что они богаты. И у двух героинь именно такие папики. Одного прямо и называют папой. Я думаю, тогда не было такого понятного всем терминологически точного определения папик, но функционально это было уже. И у Бальзака это уже было. Только тогда, помните, называли это дядя и племянница. Здесь тоже, когда она ее представляет американцам, она говорит, что это мой дядя, пользуясь таким бальзаковским языком. И поэтому здесь вот эти вот разные как раз структуры, которые позволяют человека не как человека воспринимать, а использовать его как функцию, как частичный автономный объект. И поэтому типология женщин для героя это типология таких парализованных, немых, мертвых, обездвиженных, на коленях и в конечном счете убитых женщин. И оказывается, тогда вот еще одна удивительная мысль, возможно, Буньель к ней приходит, явно или не явно, что фетишизм это не только любовь через вещь. Вот такой вид, правда, какого-то понятного и во многих фильмах разжеванного нам извращения. А фетишизм это еще, например, и власть через вещь, и убийство через вещь. Опять-таки, в начале фильма мы помним, что все начинается с вот этого зацикливания любви и смерти. Гувернантка красивая, симпатичная, возможно, снова он будет потом искать вот примерно такой же тип в таких же чулках, в таком же положении, подходит к окну, получает пулю, а дальше у него зажигается в глазах интерес, и это все для него становится матрицей психологической. И поэтому вот эта вот смерть другого, оказывается, тоже очень важна. Еще раз вспомним о революции, о всяких делах, которые в Мексике постоянно происходят, об этой вопиющей бедности, которую в Мехико Буньель видел на каждом углу, о которой полностью снят фильм забытый, напомню снова. И вот все это вот такая реальность, которую тоже нужно постоянно сдерживать, но посредством чего? Представьте себе еще раз этого героя, буржуа, что ему сделать для того, чтобы сохранить его господствующее, привилегированное положение. Для этого тоже нужны посредники, такие как инстанции власти. Вот они, священник, армия, полиция. Те, кого мы видим на свадьбе. И поэтому для него как раз это тоже такой рецепт, как поддержать свое положение высокого лица. Для этого нужно как бы по такому субконтракту передоверить какой-то инстанции, социальной структуре, функцию насилия. Ну, что он и делает. Поэтому любовь посредством фетишей и вещей, и смерти, и насилия, и вот эта классовая та же самая война, тоже через такие медиатехники, тоже те, которые облегчают его положение, позволяют ему пребывать внутри своих иллюзий, но при этом совместно с другими представителями господствующего класса, тоже в действительности убивать. Вот в чем еще состоит, помните, одно из очевидных объяснений самого названия «попытка преступления». Это закольцованная сюжетом находящегося там у комиссара в больнице, вся логика тогда. Он убивает или не убивает? Опять-таки по факту вроде бы не убивает. И поэтому полицейский комиссар, так иронично очень выглядит сцена, как в одном фильме итальянском. Фильм назывался «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений». Там полицейский комиссар, самый крупный в городе начальник, бюрократ, расследует дело, которое он собственно сам совершил преступление. Но поскольку естественно он в этом городе главный полицейский чин, то даже те улики, которые напрямую говорят его виновности, те вот просто отвергаются, они не видятся, не воспринимаются, не всерьез. Его подчиненные их не видят, как те залипые или как те вот в знаменитой новелле Эдгара Алана По похищены. Письмо полицейские, которые не видят письмо на виду на самом видном месте, потому что этот гражданин не может быть подозрительным. Подозрительные другие должны быть лица. Ну вот и здесь точно такая же у него получается роль. Он человек вне всяких подозрений. Он человек, который производит хорошее впечатление в таком-то костюме, с такой тростью, с такими атрибутами дорогой жизни. И поэтому, разумеется, можно кого угодно подозревать, только не этого персонажа. Его отпускает полицейский комиссар, он возвращается обратно к своим иллюзиям, к своим страшным каким-то кошмарам в голове. Но де-юре, конечно, можно сказать, или в таком философском смысле, он все-таки убивает, весь фильм убивает. И тут в каждом преступлении можно видеть все-таки не только психологическое, но даже и некое физическое действие его фантазии. Ну, как, например, с этим убийством сестры, милосердия, монашки в лифтовой шахте. Понятно, что здесь все тоже не так просто. Это можно было бы даже и довести до следствия и до суда. Ну, и в любом случае он так или иначе убивает этих героев. Он оказывается причастным и к истории семейной ссоры, превратившейся в убийство, и к прочим сюжетам. И поэтому так выглядит и с точки зрения Луиса Буннеля, наверное, положение буржуа в современном комфортном мире, где он никого не убивает, не режет, не совершает преступления, где он может сохранять такой вполне благопристойный вид, но в действительном смысле он убийца. Я не представляю, при каких обстоятельствах я этот фильм пересмотрю второй раз. Он и на первый раз мне показался, так сказать, несколько ретро. 60 лет прошло, надо же. Дело в том, что мне показалось, что Буннель здесь пародирует всякие вот эти фрейдистские схемы. Как бы пародируя эти фрейдистские схемы, он им же и следует. Такое двойственное впечатление. А именно, я там точно не помню, как у Фрейда, но вот этот поиск сексуального объекта через манию убийства. Такая довольно-таки сложная схема. Плюс, я увидел здесь несколько аллюзий. В частности, 59-й год Буннель уже имел возможность прочитать Лолиту. Это 55-й? А, тогда А не имел возможности прочитать Лолиту. Странно, значит, Набоков имел возможность посмотреть этот фильм. Да, тут немножечко, но в любом случае, в пруду, когда он топит, явно тут что-то из Достоевского пробелькнуло. Но, видимо, это расхожий сюжет. Наверное, это что-то фрейдистское, когда, значит, ребенок в детстве испытывает определенную травму, да, а потом он только через эту травму может производить поиск сексуального объекта, объекта сексуального влечения. Потом вот там говорится, что фильм противоречит какой-то неизмездности отношений, и вы сказали, что про какие-то господствующие, а в чем здесь господствующие отношения? Это частная история, можно так сказать, ну, в кавычках, маньяка, какие тут господствующие отношения, которые подвержены вот этим всем фрейдистским моментам, то есть через травму он может любить женщину, только через путь вот этой путь желания ее как-то убить. И освобождается он весьма странным образом, когда вместо женщины сжигает точно соответствующий ей манекен, а в конце фильма очень даже весело и оптимистически эту женщину встречает, выбрасывает тросточку, пощадил, значит, эту саранчу, как вы ее назвали, и весело с ней уходит в новую жизнь. Мне показалось, что это довольно оптимистически. Разумеется, что если посмотреть этот фильм второй раз, а потом я вообще не представляю себе человека, который будет смотреть много... Да-да-да, Вячеслав, извините, мне не... Ну, хорошо, по пять раз вы смотрели, разумеется, вы наверняка видите там то, чего там наверняка и нет. Я там этого не увидел. Мне показалось, что он весело выкидывает эту Чарли-Чаплерскую тросточку и уходит с лавинией. Он ей же говорит ясным русским языком, что я пойду с вами туда, позвольте мне проводить вас туда, куда вы идете. по-моему, это оптимистический, конец и вовсе не открытый. Совершенно мне, зрителю, но я подчеркиваю, что я первый раз смотрю. Может быть, если я немножечко стану как вы и буду смотреть такие фильмы по пять раз, наверное, я в это не поверю. Но мое первое непосредственное впечатление, что фильм кончается совершенно определенно, что он нашел свое счастье и совершенно излечился от этой травмы. Про господствующие отношения мысль простая. Я еще раз говорю, что если смотреть Буниеля структурно, вы всегда увидите, что непосредственно не связано, например, с основной линией, с мелодраматической, условной или криминальной линией, вы всегда увидите представителей этих инстанций. Они очень важны, потому что какую-то обязательно миссию выполняет священник, который там в другой картине благословляет на убийство, например, или доводит персонажа, как Фельмион, вроде бы почти до безумия. Какую-то, разумеется, миссию очень важную выполняет армия и полиция. Здесь они усмиряют революцию, совершенно понятно. И вот те самые трупы и выстрелы, ясно, что не обошлись без их участия. И разные другие. Вот как в скромном обаянии буржуазии, там целый парад таких структур. За ужином все время что-то этому ужинам мешает. То полиция с налетом, то армия решили провести маневры прямо вот здесь, вот в этом месте. И поэтому, перед тем, как отправиться на боевое задание, они еще сядут за один ужин и расскажут свои сны. И вот эти вот структуры важны, это же не обои на стенах, это что-то такое, что имеет прямое отношение к сюжету. Стало быть, здесь, конечно же, такой некий социальный разрез. Вот это вот и есть то, что можно было бы назвать классами или какими-то отношениями структур, господствующими. Луис Буниель, ну даже как в названии фильма «Скромное обаяние буржуазии» всегда высказывается на некие социально значимые темы. Если смотреть его структурно, совершенно понятно, что все это сразу складывается в голове в такие вот логики взаимоотношений, как «Господин и раба» это самая простая схема. Посредством чего управляет господин? Ну, примерно посредством того, как мы видим в этом фильме, как и мужчина управляет женщиной. И поэтому вот эти вот разные матрицы, которые можно анализировать предметно в разных фильмах, а потом они складываются в такое целое видение, имеют прямое отношение к сюжету. Самый простой, самый неправильный вариант понимания Буниеля это как раз выделение именно вот этого вроде бы центрального сюжета. Здесь это любовная история, допустим, или история разочарований. Ну, еще, конечно, более наивно воспринимать тогда ее с хэппи-эндом, излечением героя. Ну, вот снова надо посмотреть тогда несколько финалов, нескольких фильмов Буниеля, допустим, только 50-х годов, и вы поймете, что в финале проблема не то, что не решается, она еще усложняется и закладывается. И будь вы на месте этой лавинии, Андрей, и вы бы пошли туда, в глубину кадра, с таким героем. Я бы очень вам посочувствовал. Ну, здесь все ясно сказано и совершенно мне понятно, что вся эта революция, которая ровно 3 секунды там где-то звучала вдали, была нужна только для того, чтобы ребенок ощутил вот власть посредством этой танцовщицы в музыкальной шкатулке, что вот гувернантка убита, он пожелал ее смерти, вот оно случилось. Никакой революции дальше нет. Фигуры этого, значит, генерала бравого мексиканского и священника здесь, да, присутствуют. Видимо, они и в других картинах, Бунюэль или нет. Но я совершенно не вижу, почему мы эту картину должны рассматривать сейчас интертекстуально. Так можно быть, если мы начнем фантазировать и писать какие-то эссе. Но мы же говорим о конкретном фильме. Причем здесь скромное обаяние буржуазии, где Бунюэль, может быть, стал старше, как-то совершенствовался, мудрее, изменил своим техникам. Здесь совершенно понятно, что весь фильм рассказывается конкретная история конкретного человека. Не названо, откуда у него это богатство, почему у него этот особняк. Названа только его профессия. Он гончар, вернее, хобби. Чем он занимается, совершенно непонятно. Да, он ищет женщину, он все время ищет женщину, он ее находит, начинает фантазировать о ее смерти. И путем нелепой случайности, в чем я и вижу, пародийный. Мне вообще кажется, что Бунюэль, независимо от его серьезных каких-то философских высказываний, был в высоком смысле такой вот шампанский ерник и несколько такой феерический путаник. Феерический путаник, но в каком-то значении можно принять это за высоту интеллектуальных изысканий. Такое странное совпадение. И безусловно, что все, все посвящено господину, никаких инстанций и медиатехник здесь нет, а вся техника заключается только в том, что видя женщину, он сразу начинает думать, как бы ее убить, и каким-то случайным образом, то есть волей режиссера, художественной волей, действительно, эта женщина умирает. А последняя нет, умирает только ее манекен. Почему бы нет? И вот именно то, именно вот этот знак, когда он, ну, думает, наконец, я хоть, я хоть этого таракана убью, вот он приставил форточку, этот таракан мог бы, как в фильме Люди в черном сказать спасибо, помиловал, он его помиловал, и на этом, мне кажется, все ясно, совершенно ясно. Он излечился от мании убийства, потому что не убивает даже тарака. Мы не видим непосредственных живых отношений в чем? То есть, когда он мечтает о свадьбе и браке, он мечтает не о том, чтобы дать кому-то счастье, или даже самому получить это счастье. Он мечтает получить посредством, как он полагает, чистого человека, того, что у него в жизни нет, чистоты мыслей, отношений и чувств. И поэтому это вот такая типичная мужская мифология, что придет светлое и доброе существо, и меня из этого мрака выведет. Он использует человека совершенно функционально. Как некоторым нужна домохозяйка, ему нужна дома монашка, которая будет его вводить постоянно функционально из мрака на свет. Это и есть медиатехника, когда тебе нужен не человек, а некая его функция, которую можно включить. И так со всеми прочими персонажами он общается. Неважно, это женщина на раз, на ночь, на преступление, или эта женщина предполагается долгосрочный проект, как в браке. Не видеть этого, значит, не понимать самого фильма. У него нет живого, непосредственно, естественного, человеческого отношения ни к кому. Его отношения, это для Буньоли, опять же, предмет анализа во многих фильмах, это отношения буржуа через слугу, через некие медиаинстанции, медиатехники, когда, вот как власть, например, да, я не напрямую управляю, убиваю, а есть вот эти вот, например, священники, которые вправят мозги, и армия, когда вправлять мозги не удается, она занимается расстрелами, и они, когда нужно, приходят обязательно на помощь. Таким образом, осуществляется господство через этот суп подряд на насилие. Не видеть это, значит, не понимать основного содержания фильма. Мы видим, что на свадьбе в самый важный момент, когда вот они сейчас выйдут молодожены, две минуты сидят второстепенные персонажи, которых мы больше не увидим, и ведут такой абсурдный дискурс, но который не может быть просто случайным. На него нужно обратить внимание, поскольку и сцена очень важная. И там нам рассказывает полицейский чин, что когда я вижу полки со знаменами, у меня ком в корле и слезы на глазах. Это такой бронебойный юмор и одновременно сатира, конечно же, который, очевидно, бросается в глаза. И поэтому вот эти развернутые полки и все, что гасит этот хаос социальный, который буржуа не желает видеть в упор, все, что за воротами его дома, и то, что как раз посредством этих медиатехник заклинает вот этот непорядок, превращает жизнь буржуа в комфортную и сладкую, это и есть предмет анализа Буниели. И фильмы нужно смотреть именно интертекстуально, системно и структурно. Так же, как если вы прочитали один рассказ Достоевского, нельзя говорить, что вы читали Достоевского. В принципе, нельзя. Посмотрев один фильм Буниели, нельзя говорить, что я знаю, смотрел, понимаю Буниели. Каждый фильм по 25 раз. Буниели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...